Добрый день всем. Буэнос Диас, Буэнос Ночис, может у кого-то, Аммигос. Итак, мы начинаем программу о кино. Так случилось, что я 42 года снимаюсь в кино, я народный артист Украины, больше 170 фильмов в моей творческой биографии. И первая картина, в которой я снялся, это фильм «Груз без маркировки», киностудия Довженко, 1984 год. Друзья мои, мне было 23 года, я закончил театральный институт, и весь наш курс, киноактерский курс, кинофакультета Театрального института имени Карпенко-Карова, наш великий учитель Константин Петрович Степанков, народный артист СССР, весь курс привел на киностудию Довженко. Поэтому ваш покорный слуга проработал на киностудии Довженко почти 10 лет. Но начинаем мы наш разговор о первой картине «Груз без маркировки». Режиссер Владимир Михайлович Попков, мой крестный отец в кино. И так случилось, судьбоносно, наверное, что эту первую картину мы снимали в Таллине. И программу, эту программу про кино, мы тоже начинаем снимать в славном городе Таллин. 84-й год. Город Киев, Театральный институт. Я получаю диплом на сцене вместе с моим всем курсом об окончании Театрального института. И самое удивительное, что на сцену выходит получать диплом народный артист Богдан Сильвестрович Ступка, который уже был к тому времени в Театре Франка. Он работал, уже много снимался, был известным актером. Но мы были удивлены, что он, оказывается, заочно еще получил диплом режиссера. И в этот же день выходил на сцену вместе с нашим курсом и получал диплом. И для нас это была великая честь, удивление, волнение, потому что Ступка вместе с нами. И он всем пожал руки. Мы вышли после диплома, значит, в курилку. И вот такими глазищами смотрели и говорили, как же так, Богдан Сильвестрович, вы же великий актер. Но, друзья мои, это же советское время. Немножко все было по-другому. И дипломы выдавали, и обучение заочное было. И в этот же день, когда я получил диплом, у меня был первый съемочный день. То есть я получаю диплом, меня ждет машина, черная Волга. Я играю главную роль таможенника Женю Стенько. И с дипломом в руках спускаюсь вниз, сажусь в черную Волгу и еду на съемочную площадку. По-моему, на Рыбальском острове мы снимали в Киеве. Потому что мы начинали снимать картину в естественном городе Киеве. Повторяю, это 84-й год, дорогие мои. Это другой Киев, это другая природа, это каштаны повсеместны везде. Это магазин молоко, гастроном, продукты, бублики. И мороженое еще возили в таких тачанках. У нас есть эпизод в этом фильме, где я в центре Киева. Нина Капинос, по-моему, играла мороженицу. И у меня маленький эпизод был, где мороженое доставали из таких людей постарше. Вы помните, как мороженое продавали на улицах? Сухой лед, вот такая тележечка была, как называется, такой сундучок или как такой, на колесиках. Открывалась вот такая вот штука, холодильник на колесах открывался. Там лед сухой и холодное мороженое доставала продавщица и вручала. И вот такой вот эпизод, я думаю, что мы его вам сейчас покажем. Нет его. Обычно здесь крутятся. А какой на себя? Да такой. Джинсы маленькие. Волосы черные. На цыгана похожи. Ну ладно. В следующий раз придем и теперь спать что-то. Жека! Да мы еще с полчасика подождем. Он придет. Ну разве что с полчасика. Короче говоря, все было другое. И еще мы снимали сцену возле золотых ворот. Почему я говорю, поскольку я коренной киевлянин, родился в Киеве. И я запомнил так хорошо вот эти первые съемочные дни в Киеве, потому что, повторяю, это был другой город, это была другая атмосфера. И вашему покорному слуге, дорогие мои, было 23 года. Посмотрите на фотографии этого мальчика, который только-только закончил театральный институт. Посмотрите. Мои дети, когда эта младшая дочка мне, когда увидела фотографию мою из этого фильма, она так долго смотрела. И говорит, папа, ты что, был таким красивым? Конечно, первая картина, первая главная роль, с чем она связана? Значит, раньше, это картина, которая снималась по заказу Госкино СССР. То есть, это отдельный был как бы проект, где деньги давало, естественно, Госкино. Это большие бюджеты были. И киностудия Довженко снимала по заказу Госкино. Это значит, что? Фотопробы вначале проходят. То есть, раньше ездили ассистенты, режиссеры по всем театральным институтам, по всем театрам, по всем регионам, городам Советского Союза. И искали актеров на исполнение главных ролей. Это была целая, тяжеленная, долгая работа. Но вначале, повторяю, ребята, у вас были фотопробы. Ты приходил на фотопробы, значит, тебя фотографировали просто твой фейс. То есть, лицо. Иногда могли одеть форму, там, например, если это таможенник. Мне одевали китель таможенника, даже в фуражке, не помню, была или нет. Но неважно, фотопроба. За которую тебе платили, кстати, как сейчас я помню, 2,50 или 2,70. 2 рубля 70 копеек. Но платили. За каждую пробу платили деньги. Сейчас, вы знаете, да, артисты сами на мобильный телефон снимают пробы. Иногда доплачивают, чтобы попасть на этот кастинг. И, как правило, их никогда не утверждают. Тогда работала, знаете, киноиндустрия, да, кинофабрика называли даже так. То есть, я пришел на фотопробы. Волнуешься, руки трясутся, потому что это первый этап. Как правило, процентов 70 артистов, кто делали фотопробы, они тут же после фотопробы, значит, больше не вызывали. Те, кто проходили фотопробы, через неделю, не помню, сколько проходило времени, ну, 3 дня-неделя. Значит, там оставалось 5-6 претендентов, 7, их вызывали на кинопробу. То есть, дальше второй этап, кинопроба. Что такое кинопроба? Это пленка. Это пленка шостка, дорогие мои. Это камера конвус. Люди постарше понимают, о чем я говорю. Это не нынешние технологии, где у вас все на кнопочках, маленькая, на телефон люди уже кино снимают, да. Это такая вот небольшая камера, где пленка трещит так, что это вот молодому актеру. Мне было очень тяжело, когда я делал вот кинопробы. Во-первых, ты учишь с режиссером, ты репетируешь, ты учишь текст. На память ты должен знать текст. Режиссер, как правило, остановился за камерой, вот как сейчас Паша. Да, я общаюсь с камерой, но все равно я вижу, Паша кивает, слушает меня. Вот так же режиссер стоял за камерой. Я репетировал, волновался очень-очень. И когда он, репетиция, естественно, без камеры шла, то есть меня ставили на точку, репетиция, репетиция, потом говорят, все, ты готов? Итак, поехали, кинопроба, выходила ассистентка с хлопушкой, кинокруг, кинопроба, груз без маркировки, дубль Д. И от этого хлопка, от этого звука хлопушки, у многих актеров, кстати, кто первый раз снимался, в воспоминаниях я читал, сердце останавливалось. Была некая магия, некое чудо и такой дикий страх, что вот после этого дубль один, хлопала девочка, хлопушка отходила, и дальше у тебя ступор, а камера, вот такой звук был. И ты терялся тотально, но надо было играть, поскольку режиссер за кадром рукой тебе кивал, что не останавливайся, давай, сынок. И сынок давал, преодолевая страх и весь этот ужас. Но проходил кинопробу, опять ты неделю ждешь, сидишь дома, не выходишь на улицу у телефона, потому что в то время, дорогие мои, 84-й год, молодежи сейчас рассказывают, телефон на 3-4 квартиры. Потом уже там каждый за деньги мог себе поставить телефон, но ты в буквальном смысле, я в коридоре неделю никуда не выходил. Я на улицу, я выросший на улице, ребенок выросший на улице на Русановке, неделю как прикованный стоял у телефона, и каждый звонок, маме звонят или папе, я подбегал, алло, и ждал, что сейчас в Минске на студии Довженко позвонят и скажут, прошел я пробы или нет. И вот проходит неделя, раздается этот долгожданный звонок, и, как правило, ассистентка звонит, Алексей, вы не могли бы приехать на встречу с режиссером? По-моему, вас утвердили. Ну, короче говоря, режиссер вам все расскажет. Эти переживания я запомнил на всю жизнь, и вот еще раз вернусь, я 42 года снимаюсь в кино, у меня больше 170 фильмов. Я снимался у великих режиссеров. Я застал эпоху советского кино, повторяя киностудию Довженко, 10 лет. Это величайшие работали люди, сценаристы, операторы, режиссеры, естественно. Тогда не было продюсеров, тогда была простая и главная должность в кино у человека, директора фильма. Как сейчас помню, директор нашего фильма «Груз без маркировки» был Игорь Чалый. Это человек, который меня тоже многому научил. Хотя это технический персонал, который отвечает за производство, график, выплату денег, чтобы не было переработок, чтобы мы все снимали в сроки. Вот, и естественно, он иногда даже советовал, потому что раньше киногруппа – это огромное количество людей. И тебе, молодому актеру, каждый мог подойти, начиная, ну естественно, режиссера, ассистентки, оператора, само собой, директора картины. Ну тут же включались и костюмеры, и гримеры, и очень много осветителей моих друзей, которые советовали, как тебе играть, потому что видели, что я волнуюсь, и видели, что надо как-то человеку помочь, подсказать. Потому что вы не представляете, что такое пленка и первая главная роль. И насколько это ответственно. А у меня прям, повторяю, ребята, я заканчиваю институт, и в этот же день у меня с дипломом начинается первый съемочный день. Короче говоря, мы неделю снимаем в Киеве, меня утверждает, мы неделю снимаем в Киеве, и через неделю вся группа, мы вылетаем в Таллин. И три месяца, 84-й год, лето, мы находимся в Таллине, в этом замечательном городе, и снимаем здесь кино про таможню, груз без маркировки. Самое поразительное, что когда вышла картина, все мои друзья, и вот очень многие люди говорили, вы снимали в Одессе эту картину? Ну, порт, это же Одесса, таможня, Одесса. И никто представить не мог, что этот фильм снимали в Таллине, повторяя. Новоталлинский порт, новоталлинская таможня тогда это называлось еще. И там-то, ребята, я увидел настоящих пьяных финнов. Кстати говоря, есть эпизод, который мы сейчас вам покажем, где покойный Вокач, многих актеров уже нет, ребята, уже очень многих актеров с нами давно нет. Но хорошо, что есть кино, и есть возможность сейчас включить, и посмотреть, и вспомнить тех великих актеров, которые мне очень-очень помогали на съемках фильма «Груз без маркировки». С Вокачем эта сцена, когда он пьет водку. Это реальная история, потому что мы это наблюдали, как финны приезжали в Таллинн пятницу, субботу, воскресенье на три дня. Просто тупо приезжали, чтобы набухаться, вот прямо, знаете, как у нас говорили в те далекие времена, песок, чтобы вот эта станция песок, мука. И людей на руках просто к таможне подводили, значит, и дальше они паромом из Хельсинки. Ходил полтора часа, ты из Хельсинки приезжаешь в Таллинн, поэтому все финны на выходные всегда приезжали в Таллинн, вот, и побухать, погулять, короче говоря, главная задача была. Потому что тогда, по-моему, в Финляндии то ли сухой закон, то ли у них очень дорого алкоголь стоил. И, в общем-то, мы снимали же все время в порту и на таможне, очень много снимали, и наблюдали каждый день, как финнов, так, знаешь, трезвые финны приезжают в Таллинн, а потом эти же финны там через два дня, вот прямо даже визуально ты их узнавал, их на руках, значит, друганы дотягивали до таможенников, значит, на проверку, и те еле-еле паспорта доставали, не могли чемодан открыть, как правило. И мы это все наблюдали, потому что рядышком мы снимали уже, причем мы актеры в форме таможенников, в той еще советской, вот, и, естественно, многие не понимали, те же туристы, да, что мы киногруппа, потому что камера чуть скрыта была, значит, и мы стояли как таможенники рядом за стойкой, но наблюдали это все. Поэтому сцена в фильме, где я не разрешаю провозить три бутылки водки в Окачу, значит, он говорит, одна бутылка, поймите, господин офицер, одна бутылка мне, одна бутылка моему другу и одна бутылка там каким-то моему родственнику, на что я говорю, не положено, нельзя, одна бутылка, то ли одна, то ли две, ему говорю. И вот там родилась эта сцена, когда он открывает бутылку, из горла, значит, ее всю засаживает, и говорит такой текст, господи, помоги мне дойти до каюты. Русским таможенникам от Канады, уберите, пожалуйста. У меня нет другого выхода. Хороша русская водка. Господи, помоги мне добраться до каюты. Благодарю вас, до свидания. Что еще было интересно? Конечно, поскольку в порту мы снимали, там были такие, ну, бары очень, всегда в Таллине были бары, известные, поскольку я еще студентом ездил, наверное, на каникулы зимние в Таллин, и для нас это было заграница, поскольку в бар Лисья Нора, известный бар был в то далекое советское время, местные знают, да и те, кто в Таллин в те годы приезжал. В этот бар невозможно было попасть, это реально был крутейший бар Лисья Нора. Потом финское телевидение, два канала финского телевидения транслировались в Таллине. Для нас, советских студентов, реклама по телеку и вообще эта картинка финского телевидения тоже, значит, восторг дикий был, потому что тут мы прям видели, как это, открыто окно в Европу, в западный мир. Поэтому Таллин всегда был такой западный город, да, он был круче Риги, он был круче Вильнюса, как для нас, для студентов, мы понимали, что самая как бы заграница, она находится в Эстонии. И Таллин, старый город, с этими туристами, да, опять же, таможня, порт, и бары, бары, бары. И, конечно, мы были дикие фанаты, ребята, ликера Вана Таллин. С ликером Вана Таллин, конечно, отдельная история. У нас был такой, повторяю, киногруппа была огромная, это огромное количество людей, это 50-60 человек постоянно на площадке, реквизиторы, костюмеры, гримеры, осветители. Это режиссерская группа, да, там, костюмеры, художник по костюмам. Это целая, огромная, ну, как индустрия, понимаете, кино. И каждый, каждый член группы покупал Вана Таллин, причем так, в занычку, в занычку, что думали, до Киева довезут. Но, как правило, этим же вечером, после съемки, этот Вана Таллин ликер выпивался всеми участниками, значит, киногруппы. Был такой реквизит у нас, Вася Рыбро, как сейчас помню, Васенька, Васенька. Был святейший человек, такой, такой доброй, доброй души. И, естественно, алкоголик, поскольку в кино в то время очень многие люди пили. Чего греха таить-то? Я сам прикладывался, как это, основательно, к стакану. И все великие актеры, которые меня учили мастерству, всегда это происходило так. Малой, бери бутылку водки, приходи ко мне в номер сегодня, я тебе расскажу про мастерство актера. И что такое крупный план, средний план, и что такое общий план. И вот, выпивая Ван Аталлин, меня обучали актеры опытные, как вести себя в кадре. И как не бояться этого страшного звука пленки, как научиться абстрагироваться и думать только о роли. Потому что, повторяю, снимали на пленке шостко. И когда оператор часто, мотор, камера, дубль такой, включал камеру, звук, а ты должен так при этом играть, либо любовную сцену, либо серьезную сцену, не обращать внимания на этот звук, тупо смотреть в камеру, в объектив и что-то там играть. Было такое понятие салат. Операторы знали, что это. То есть, мотор, камера, поехали. И как только этот звук менялся, так кричали все, стоп, салат. Салат, это когда зажевывалась пленка. И тогда снимали, значит, эту бобину, кассету, снимали, меняли новую. Короче, это целая история, нужно было ждать, значит, пленку вытаскивать, новую, заряжать пленку. Проявка пленки была. А что такое пленка шосткой, ребята? Это же не Фудзи, это не Кодек. Тогда мечтали режиссеры, чтобы им дали кодек. А кодек на киностудии Довженко давали там трем режиссерам, самым великим, кто в то время был великим. Николай Мащенко был директором киностудии, получал кодек. Роман Балаян, который уже был к тому времени очень известным режиссером, поскольку снял «Каштанку», снял «Полеты во сне и наяву» с великим Олегом Ивановичем Янковским, с которым мне посчастливилось сниматься, кстати, в фильме у того же Романа Балаяна, в фильме «Филер» 1987 года картина. Мы о ней отдельно расскажем. Поэтому все было немножко по-другому. Кодек – это кодек, а шостка – это шостка. И шостки было много этой пленки, поэтому там по 10 дублей делали, по 20 дублей делали. Не парились, будет засветка пленки, будет салат. Советской пленки хватало на всех. Ну, понятно, что качество картинки совсем другое было, но наши операторы настолько мастера. Кстати, на киностудии Довженко всегда были величайшие операторы. Величайшие операторы мирового имени. Ну, Веленка Люта, например. Тех, кого я застал. Это оператор Богдан Вержбицкий. И очень много-много. Вообще, операторская школа, вот если вы посмотрите старую картину «Дзига Вертова», «Дзига Вертова», «Человек с аппаратом», в Харькове снимали, в Одессе. Вообще, по Украине союз, по Союзу снимали. Но он был с Украины. Довженко. И, в общем-то, вся операторская школа очень крутая. Всегда была в Украине, всегда были очень крутые операторы. И я застал тех советских настоящих операторов, которые умудрялись на советскую пленку снимать по итогу так, что это максимально приближалось к кодеку. Такие были мастера. Вот. И ты технически зависел, естественно, от пленки. Фонари потом. Ребята, что такое советское кино? Это вот так стоит камера. Огромный дик на крупный план. Это вот такой огромный круглый дик, который, знаешь, как... И потом все же было тяжелое. Ребята, все же было огромное тяжелое. То есть это не вот эти ножки. Сейчас стоят две камеры японские. Кэнон, этот, ножички. Все оно легенькое такое. Тогда нет. Штатив. Это был штатив. Его отдельно человек нес на плече. Штатив. Он был такой массивный, тяжелый. Камеру тяжелую ставили. Значит, выставляли. И, естественно, на крупный план ставили кадр. И тут же подкатывали дик. Это огромный фонарь. Повторяю. Огромных нереальных размеров. Эти диги зажигали углями. Прямо такие, как палки угольные. Они вставлялись в фонари, зажигались. И это давало тебе свет. Но свет был такой яркости, что когда, вот как я сейчас на камеру говорю, крупный план. Только вместо режиссера сейчас, вот как Паша за камерой, ставили этот дик. Слепили тебе в харю. Так что слезы моментально у тебя шли. Гримеры тут же стояли с салфетками. Тебе слезы вытирали. И кричали. Ну, Лешенька, еще один дубль. А Лешенька уже настолько охеревший от этого безумия. Потому что вы не представляете, какой силы был цвет. Свет. Сам свет, который бил мне в глаза. И с этим тоже надо было справляться. Помнить текст. Играть про любовь. Потому что у меня, вот, например, вспоминает этот эпизод из фильма «Груз без маркировки». Это как бы любовная сцена с моей девушкой. То есть я играю в камеру, как будто бы это ее глаза. Она, обращаясь к ней. Прошу у нее прощения. Юлька, Юлька, прости. Забыл на свидание прибежать. Замотался. Потому что у меня то одна смена, вторая. Таможня. Ну, короче. И это надо было с любовью говорить. А какая любовь, когда у меня слезы льются. И я думаю, как бы это, как от света этого спрятаться. Моргать нельзя. Вот же еще в чем было дело. Потому что если ты моргнул на крупном плане, все, оператор говорит, стоп. Гримеры мне поправляли. Режиссер говорит, пожалуйста, не моргай. Ну, это все, что вам будут подпаливать руку зажигалкой. Говорят, ну, чувак, ну, потерпи. Ну, ты можешь не кривить лицом, что тебе больно. Так играйте, поиграй. Привет. Привет. А ты почему в форме? Пошли. Слушай, тут такое дело. Я, наверное, задержусь. Очень большой поток пассажиров. Ждали 500, уходит 700. Ну, и что? Ну, я сейчас никак не могу. Правда. Как хочешь, тогда я пошла. Юлька, ну, подожди немножко. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Юлька, да? Юлька, договорились? Да? Да? Не могу. Меня тоже ждут. Хорошо, у нас есть кино. Мы тут же можем вам эти кадры показывать. Но самое ведь поразительное, что вы в кадре этого не видите. Это то, что остается за кадр. Это то, что остается за кадр.